Добрый, слушаете вы свое радио, надеюсь, в постоянном и привычном для себя режиме, как всегда, по будням, ну а в летнем режиме 4 дня в неделю, потому что пятница день дачный, огороды, капуста, редиска, картошка, ну в общем, не отвлекаем людей от земли, надо привыкать в нашем возрасте, да, так вот, 4 дня в неделю, и сегодня, собственно говоря, закрываем мы неделю, по сути дела, с тем коллективом, который сегодня здесь в студии в программе «Живые». У нас есть добрая традиция, сложившаяся достаточно давно, и нарушать мы ее не собираемся, сначала первая песня, а после нее уже познакомлю вас с каждым из них поименно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Я пью с вампиром твое здоровье, с кем петь теперь мне уже все равно. Воюю с миром, грызу с любовью, погасли лампы, и стало темно. Горят костры, горят мосты, и с дымом в небе гаешь ты, А я до одури хочу тебя забыть. Ко мне стучит могильный гость, Моего рука почти что гость, Принес он гвоздь, чтоб кровь любви И его забить. Я так любила, себя разбила, Я стала гвельфом и гибелином. Сараз. Я пью с вампиром осколки мира, Я умираю сегодня, сейчас. Горят костры, горят мосты, И с дымом в небе гаешь ты, А я до одури хочу тебя забыть. Ко мне стучит могильный гость, Его рука почти что гость, Принес он гвоздь, чтоб кровь любви И его забить. Горят костры, горят мосты, И с дымом в небе гаешь ты, А я до одури хочу тебя убить. Ко мне стучит могильный гость, Его рука почти что гость, Принес он гвоздь, чтоб кровь любви И его забить. Принес он гвоздь, чтоб кровь любви И его забить. Принес он гвоздь, чтоб кровь любви И его забить. — Ну что ж, добрый вечер еще раз. Я думаю, что люди, которые знают эту группу и любят коллектив, а таких достаточно большое количество и уже сейчас я вижу этих людей. До эфира уже не началось еще ничего. 50 сообщений в группе ВКонтакте с массой всяческих разных вопросов и каких-то, ну, скажем так, пожеланий, что ли, группе. Сегодня здесь канцлер Ги и Брэган Дерт, и я очень надеюсь на то, что даже те, кто не очень в курсе того, что играет эта группа замечательная, и сегодня получит для себя полное удовольствие, полюбит коллектив, люди по студии ходят, работать нужно, все ходят по студии. Скажи, пожалуйста, мы с тобой будем как по имени с тобой общаться или все-таки по твоему сложившемуся уже доброму? — Да, а можно и так, и так. Пусть у людей мозги в узел завяжутся. — Канцлер Ги, она же Майя. Я к тебе буду как к Майе обращаться. — Ну, отлично. — Ладно, как-то к канцлеру как-то неловко, ей-богу. Всякий раз хочется встать, руки по шлам, и чувствую себя весьма скованно тогда. Значит, вот, собственно говоря, Майя, она же канцлер Ги. Здесь и вокал, здесь и ритм гитара, здесь и автор текстов, ну, в общем, фронт вумен этого. А куда угодно, камера тут всюду практически. Соло-гитара, бэк-вокал Данила Желяев. Здесь просто. Можно поздороваться и нужно поздороваться. — Тут должен был быть характерный чпок, но не получилось. Добрый вечер. — Да. Чпок я сделал за тебя. Далее скрипка. Нужно будет просто чаян. Я помню, что нужно именно так обращаться к этой очаровательной девушке. — Добрый вечер. — С волком на плече. Привет. Это скрипка коллектива. Бас-гитара Александр Гарбер. — Здравствуйте. — И единственный человек, у кого свой собственный микрофон, в своей собственной коморке, хоть стеклянной, но весьма удачной такой, я имею в виду, крепенькой, с конструкцией, сам по себе, Роман Мартынов. — Всем привет. — Это барабанщик коллектива канцлер Гии Брегандерта. Ну, я буду так называть, ладно? Потому что канцлер — это майя, Брегандерт — это коллектив, а мне как-то удобнее всё сразу. Потому что, мне кажется, это такое единое целое, которое никак разделять нельзя. Как называлась первая композиция? — Первая композиция называлась «Твоё здоровье». Очень жизнеутверждающая и здоровая песня. — В принципе, да. Потому что люди сразу стали писать, что ух ты, началась программа с такой хитовой. песни сразу прям. Сразу моя любимая песня. Вот люди пишут сразу. — А там много ещё любимых будет, я думаю. — Нет, ну хорошо, когда музыканты сами знают, что все их песни любимые народом. Это всегда приятно, наверное, и человеку творческому понимать, что то, что он делает, не остаётся без внимания. Как с нами связываться? Всё просто. 46-47. 46-47. Сначала пишите свои. Про Бельчик. А дальше уже всё, что хотели бы адресовать коллективу. Майя Вячеславовна. — Извини, так написано в смс-ке. — Да. — Спасибо вам за столь чудесное творчество. Концерт в Хабаровске был бесподробен. Многолетние ожидания того стоили. Аида Симахина, Хабаровск, Дальний Восток, четвёртый час ночи. — Ой, спасибо большое. — У нас светло, у нас тут ещё солнышко светит, а люди вот в четвёртом часу ночи сидят, слушают. Значит, нельзя их ожидания никак обмануть, ни в коем случае. Уважаемая Майя, мои коллеги из Красноярска уже восемь месяцев уверяют меня, что ведут с вами переговоры о концерте в нашем городе. Восемь проклятых месяцев мая. Что эти остальные делают не так? А что эти отсталые, пардон, делают не так? С уважением, Семён Тёскому. — Я могу сказать, чего они не так делают. Они почему-то ведут переговоры со мной, хотя я об этом не в курсе, а надо с нашим директором. — Посмотри-ка, может быть, они путают тебя и директора? У вас, возможно, голоса по телефону похожи. Или аватарка одинаковая в ВКонтакте. — Не знаю. Вроде то и другое довольно разные. — Хорошо. Да, 46-47, свои, пробел. А дальше всё, что хотели бы адресовать группе сегодня, и вопросы ваши, эмоции все, можно туда. Кроме того, обязательно обращаю ваше внимание на группу ВКонтакте, официальная группа своего радио. Там уже давно выложен анонсик, там фотография коллектива, там же в анонсе название коллектива «Канцлер Гея Брагандерт» выделено синем. Это, значит, активная ссылка, кликая на которую вы оказываетесь у них в сообществе, что бывает очень полезным стать участниками этого сообщества, потому что вы будете знать о концертах, о новых альбомах, о каких-то передвижениях коллектива в первую очередь. Это же круто. Это же круто. Можно видеть. Я даже рекомендую посмотреть, как всё это происходит в этой студии. Для того, чтобы оказаться в картинке, нужно зайти на сайт, сайт своего радио, своярадио.фм. Там сверху вы увидите плеер в плеере. Слева онлайн-аудио, а справа онлайн-видео. Вот кликая на эту кнопку, на эту ссылку, вы окажетесь в картинке, которую нам предоставляет Планета.ру, замечательная краудфайдинговая платформа, которую мы искренне благодарны за всё, что они для нас сделали и продолжают делать в виде картинки, которая распространяется, естественно, всюду. И там же, кроме того, есть ещё и чат, в котором также можно отписываться. Соответственно, мы пытаемся искать интересные сообщения повсюду, и ваши вопросы, ваши эмоции. Вот ура, например, Брагандерт на своём, Анна Климсова пишет. Конечно? Ура, ура. Всё, что попадается интересного, как положительного, так и отрицательного, такое тоже может быть в Калне. В общем, мы озвучиваем и стараемся донести до ушей коллектива и аудитории, которая слушает сегодня. Всё, что касаемо «Коннекта» я рассказал, теперь надо бы закрепить успех, который у нас уже случился в самом начале, и спечь что-нибудь ещё. Закрепить это мы за всегда. Это пожалуйста. Да, спеть это мы очень любим и уважаем. Сейчас будет песня с жутким названием «Слёзы и кровь». Как всегда, живой звук. В программе «Живые» канцлерги и Брагандерт. Поехали. Здравствуйте, люди, чёрные белья, где-то у входа в зал. Прихожу и скудом, вижу растерян, знак ты меня не ждал. Вот лучи есть без истерик и позы вызов бросать судьбе. Я называю «Крокели слёзы», но выбирать к себе. Я называю «Крокели слёзы», но выбирать к себе. Спину удар, может, и проще мне тебя учить. Ложивый угар, это же в общем твой безотказ и щит. Я разливаю боль без угрозы, выбей со мной до дна. Что ж ты боишься, кровь или слёзы? Это лишь зонку на. Что ж ты боишься, кровь или слёзы? Это лишь зонку на. Ах! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Минеев отвечает, Ольга, и слез добавить не забудь Опять я не о грустном Да, нет, ну почему, ребятки, вы не понимаете, насколько это цеплючая и правильная история Когда люди цитируют, когда люди, окунаясь в вашу музыку, живут тем, что вы делаете Для тех, кто не очень в курсе того, что есть коллектив Сегодня представленный здесь в программе «Живые» Надо немножечко такой экскурс в историю Сколько времени существует группа, в каком составе она... Ну, смотри, какой вариант состава сейчас она имеет, ну и так далее Расскажи, пожалуйста, об этом коротко, чтобы те, кто не знает, уже был в курсе Группа существует 10 лет Собственно, 30 апреля этого года мы отметили 10-летний юбилей Так что, в общем, мы уже, ну, довольно давно присутствуем Актуальный состав — это, в общем, ну, скажем так, последний состав Потому что до этого еще, когда группа начиналась только в городе Екатеринбурге Там были совершенно другие люди, там в основном были девушки А потом группа резко сменила пол И стало у нас много мужиков И, по-моему, это хорошо И мужики счастливы от этого Так вот, с тех пор и живем Так, но сколько времени в Москве уже? Так Товарищ директор, сколько времени? Если вы зародились в Екатеринбурге, что я помню? С 2008 года Да, с 2008 года А вы себя как позиционируете? Группа как себя позиционирует? Как Екатеринбургский коллектив или все-таки уже как московская группа? Как Екатеринбургско-московская Вот так Но сейчас, конечно, в основном уже московская Скажем так, геи у нас представители славного города А нет, москвичи подавили числом, да, действительно А мы-то все остальные столичные, да Ага, то есть вы вот так вот сошлись на этом Не будете даже не оспаривать Почему спрашиваю? Потому что есть примеры И не один пример того, когда группа Живет себе в каком-нибудь маленьком городишке Подмосковье, либо далеко От Москвы, но в маленьком И не хочет ни в коем случае никак снимать с себя эти оковы Говорят, нет, мы не московская группа Мы вообще к Москве не имеем отношения и даже гордятся им Поэтому я тоже для себя хочу, чтобы было понятно Канцлер, это группа Екатеринбургско-московская Будем считать так Десять лет уже отметившие Чудесно Движемся дальше 46-47, напомню еще раз Короткий номер для смс-к ваших сначала Свои пробил А да, ребята, вы просто космос Спасибо вам за все Люблю вас Тори пишет, например О, привет-привет Привет-привет Что, кто-то из своих, наверное Да, это совсем свои Совсем-совсем близкие свои Да-да-да Ну вот, видишь, не пожалели 5 рублей на смс-ку Спасибо вам за замечательную музыку Процветание всего самого-самого От слушателей из Курска Вам спасибо, хорошо Что касается Курска Уважаемая Майя Раз уж мы сразу начали общение так продуктивно Позволю себе еще один вопрос Откуда столько любви к Италии и эпохе Возрождения? К Италии и эпохе Возрождения Прежде чем на этот вопрос будем отвечать Я вот что спрошу Курск, это когда был? Курск? Курска у нас еще не было Подожди, а слушатели из Курска? А, ну, возможно Человек просто в Курске, да Нет, ну, человек может просто приезжал на концерт в Белгород, допустим То есть у нас и такое бывает, что люди там едут из других городов на какой-то концерт Я не удивлюсь этому Отчаявшись дождаться там нас или хотя бы меня соло в своем городе Они собираются и едут там в соседний город, допустим То есть в Белгород, например, к нам очень часто ездят из Курска и из Орла Ну, в общем, там рядышком, да Ну, а теперь откуда столько любви к Италии эпохи Возрождения? Даже, честно говоря, я не знаю, что сказать Вот она в какой-то момент так вот на мозги упала И, соответственно, так до сих пор в этих мозгах и живет, и благополучно их выедает То есть не было ничего специального Да нет, на самом деле, как сказать Была, наверное, книга Лосева, вот эстетика Возрождения При том, что Лосев Возрождение ненавидит бешено на самом деле Как ни странно, я прочитала про то, какие там все эти граждане, значит, титаны И полутитаны, четверть титаны Возрождения были мерзотные изверги Они мне сразу так понравились Вот так вот с тех пор я с ними и живу, можно сказать Вы почему-то с такой печалью скажете? Ну, потому что... Изверги же? Ну, изверги же, да Открываешь занавеску, там кондотьеры сидят Понятно И часто так с тобой бывает? Открываешь занавеску, а там кондотьеры? Периодически Ну, я так, на всякий случай, просто чтобы место себя освободить От занавески, понятно А что вдруг там кто-то засел Иван Князев пишет Вот такой маленький вопрос сразу обозначает он По каким еще произведениям есть песни, кроме отбыски «Этерна» и «Тайный город»? Что еще? Роберт Сальваторе, например, там прямо аж сколько? Три или четыре песни у нас есть Хотя на самом деле там уже, ну, две песни из этого цикла Они уже, по-моему, оторвались от него и существуют совершенно автономно Это, собственно, «Кантри Брэгандерт» и «Единственный враг» То есть они уже абсолютно к Сальваторе в сознании, по-моему Что нашим, что массового слушателя, в общем-то, как-то даже уже и не ассоциируются Потому что очень уж там, очень уж тема общечеловеческая получилась А ты изначально не планировала делать песни и сочетать песни на общечеловеческие темы? Почему? Да нет Нет, они вообще все получаются на общечеловеческие темы Нет-нет-нет, секунду, секунду Есть в моем понимании Поправь меня, если я где-то ошибусь Сейчас шторочку придерживаете, если что Да, чтобы не выскочило ничего Поправь меня, если что Есть некая категория Ну, вот скажем, вчерашние гости эфира программ «Живые» Ребятки замечательные, которых любит тоже огромное количество людей, Оргия Праведников Вы, я вас отношу и их, и тебя, вот вашу группу, к ролевым таким делам То есть есть совершенно определенная линия, по которой вы идете Скажем, скажем, подчеркиваю, это может быть ошибка, поправь Скажем, Оргия — это такие рыцари Да, они такие мужчины-рыцари Они в эту рыцарскую историю, в эту рыцарскую игрушку И, по-моему, до конца дней своих играть будут У вас история несколько иная Но она все-таки как-то привержена определенной цели, что ли И когда ты говоришь, что вот эта песня получилась на общечеловеческие темы И я вдруг задаюсь вопросом Подожди, а это плохо ли в таком случае или хорошо? Да нет, на самом деле Все песни так или иначе получаются на общечеловеческие темы Потому что хоть рыцари там, я не знаю Хоть какие-нибудь там хоббит с волосатыми ногами Все равно все эти там книги, допустим, и игры Они базируются на именно каких-то общих ценностях Типа там честь, любовь, там, я не знаю, еще что-то То есть, а что в этом не общечеловеческого-то? По-моему, все понятно Нет, насчет чести общечеловеческой Это давно перестало быть Это очень узко-человеческая история Жаль С любовью тоже, между прочим, не так все просто Если уж честно Люди только думают, что умеют любить Далеко не всегда это правда Поэтому здесь-то я немножко бы, наверное, откорректировал бы Не, ну просто, как сказал один мой друг Живущий в Челябинске Кстати, Илья Полиграф Если ты внезапно слушаешь, что это речь про тебя Что Майя не пишет ролевых песен Майя не пишет бардовских песен Майя пишет песни про то, что ей нравится И поэтому это получается все равно странненький такой Но... Но рок Это вот ты как-то так легко к этому Странненький но рок Да, странненький но рок Хорошо, я в первый раз вижу группу, которая играет Странненький но рок Привет из Ижевска и Калининграда одновременно Мы тоже вас слушаем Слушались Красноярска А, Красноярска благодарит за музыку Поздравляет с прошедшим С прошедшим весь состав Вы шикарны Что имеется в виду? Апрель? Ну, да, с прошедшим весь состав Но, видимо, да, это юбилей Ага, спасибо за то, что вы есть Приезжайте к нам всей группой в Саратов Человек предлагает Привет из Рязани Ждем с очередным концертом Тинель Ака Элыч А, наш человек, да Тинель, привет Майя, где же альбом в стиле панк А это без подписи Так А, да Обещала кому-то, что ли? Да нет, этот человек просто пошутил Имеет в виду пародию На одну из наших песен Там срочка такая есть Что... А как у нас там? Чего там? Да, я в душе своей лелею Очень страшную месть Мечтаю выпустить альбом в стиле панк Чтобы затроллить Приверженцев ролевой музыки Уже окончательно Ну, то есть, это шутка такая была Ну, видимо, вот человек Шутит в ответ Ну, все, ладно Тогда надо петь дальше Пусть это будет панк Это будет скорее нуар Как всегда Как раз связанный с... Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня канцлер Гея Брэгенберт Погнали Это нуар По дороге в закат Есть долина одна Где убитые спят И больная луна Там танцует смешно Танец дикий, как бред Тех, кто умер давно Вызывая нас свет Так приходи же к нам по чужим следам И пеконь живыми не пьется На пороге сна сказка лишь одна Что живому луна, то мертвому солнце Что живому луна, то мертвому солнце И почти из-за сады навстречу луне Поднимаются всадники в туской броне Их разбиты гербы и не видно венцов И скользит луч луны над толпой мертвецов Так приходи же к нам по чужим следам Если жить причин не осталось На пороге сна сказка лишь одна Что живому печаль, то мертвому радость Что живому печаль, то мертвому радость Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Пронзает луну мертвых лицарей всгляд В тихой смерти струну они слышат испыть Мертвые мертвые гнутся и стонет вода Только им не проснуться ух никогда Так выходи же к нам по чужим следам Прорастив пути в бесконечность На пороге сна правда лишь одна Что живому обман, то мертвому вечность Что живому обман, то мертвому вечность А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Хорошо сидим По-моему, все замечательно Я уж не знаю, чего там переглядывать Все хорошо Да у нас тоже все хорошо У нас все отлично Кстати, забыли вы и я, вернее Представить еще одного человека Человека, который непосредственно сейчас занимается с нами вместе Тем, что звучит в эфире Это ваш звукорежиссер Да, Александр Ярославцев, наш звукорежиссер Александр Ярославцев, звукорежиссер коллектива Консервы Гибрия Гандерт И наш Миша Коренков, он тут вот на подпевках Сегодня, да, сидят в четыре руки Чего-то выделывают Но вполне, по-моему, все звучит хорошо и качественно Что очень важно Слышно, да, все очень хорошо слышно Вот какой момент Пока вы пели эту песню, ребятки У меня возникла мысль Так бывает редко Думаю, я обычно раза два в день И мне тяжело Нет, мысль вот какая В свое время, конечно, пацаном был Ну, по-моему, это было со всеми Мы дружить друг с другом Или не дружить с кем-то решать Потому что человек слушает Ну, как-то в компании выясняется Ну, человек приходит Как с ним знакомишься Как зовут? Вася, здравствуй, Вася А что слушаешь? Первый вопрос Что слушаешь? Это был всегда первый Не знаю, как сейчас у молодых У совсем юных У подростков-то Как у них все это дело Так или нет, не знаю Но было именно так Что слушаешь? Когда человек вдруг Начал теряться Думаю, что сказать-то Чтобы не встрять А вдруг что-нибудь скажу Да не понравится Лучше говорить правду Ну, человек отвечал, что он слушает А мы из этого уже понимали Насколько это свой Да, и как можно ли его В компашку принять или нет Как-то был эпизод, когда К нам в класс Это был девятый класс Или десятый уже конечный Не помню Пришел новый человек Такой мальчик Сейчас скажу коротко Вот сейчас он банкир Очень крупный Где-то не в России уже А такой вот был Неказистенький Совсем непонятненький Ну, мы, естественно, там Здоровались, поздоровались Пообщались поначалу Что слушаешь? Он говорит, Рахманинова Это был шок Потому что мы так и не поняли В какую, собственно, тусовку Его надо вот в данный момент Подсунуть-то А он Рахманинова Слушает При этом он абсолютно Не лукавил Он именно так и жил Он слушал классическую музыку И был такой Как у нас говорили Доходяга Да К ним как-то Девочки с ним особо не дружили Ну, потому что он такой Весь был маленький Худенький Щуплененький Непонятненький И Рахманинова слушал И Рахманинова еще вдобавок По себе Ты понимаешь, слушал Сейчас, я думаю, что Будучи банкиром Причем весьма крупным Уже девочки особо не смотрят На то, что он маленький Щуплененький Может, он даже и поправился И полысил Если он крупный Да Ну, вырос-то вряд ли он смог Вверх А в ширину Ну, сейчас как раз Наверное, на эти вещи И может быть, даже И Рахманинова Эти девушки Которые с ним тоже стали любить Так что же бывает Чего ради бабок-то не полюбишь Так вот Вопрос Мы это в следующем Когда Ну, скажем так Приходит новый кто-то Вы же наверняка Не то, что вы отслеживаете Каждого своего поклонника Безусловно, это было бы странно Например, появляется Кто-то новый У вас в сообществе И этот новый человек Зацепившись Может, за одну-две Какие-то услышанные песни Ну, так где-то, да Приходит и начинает Допустим, качать свои права В группе Ну, мало ли он В смысле, вот ВКонтакте, да? ВКонтакте, да Чаще всего ВКонтакте Что вы, как вы себя ведете Что вы делаете Кто вас ведет в группу-то вообще? Я, Людмила Ну, давай Еще пара-тройка А раз ты ведешь Рассказывай, что ты делаешь Ну, обычно я поступаю Очень однозначно И, как сказать И очень жестко, да Если человек Качает права Не воспринимает встречные аргументы И не понимает Что со своим уставом В чужой монастырь Как бы не ходят Оттуда летит Спинка И очень радуется Когда до стены долетает То есть на Послать можешь? Еще как И даже без отточия Ну, иногда Гей преисполняется настроение И злобно троллит Это тоже бывает Да Когда у меня есть настроение Как бы немножечко так Вот это вот Явление Немножко так Потыкать иголочками И посмотреть Как оно там будет Какого цвета оно станет Там и так далее И может там Может у нее есть Центр адекватности Если в него ткнуть То он может как бы Получшеет резко Ну, так Потыкаешь, потыкаешь Понимаешь, что опять Не то попалось И опять летит Ну, в общем Главное я для себя услышал Если что, спинка легко Ну, если что, то да Ты знаешь Очень часто этот Кто летит До стенки пока долетает Пока успевает долететь Кричит Вы потеряете Одного слушателя О, совершенно верно И думаешь Да иди ты Сколько таких Мы уже проходили А потом они бегают вокруг И обижаются И обижаются И рассказывают Какая я плохая Какая у меня музыка плохая И вообще В общем Все как у всех Ну, все Ты меня успокоила Просто я думал Может быть мы только так себя ведем Нет Да нет Значит, Елена Щербинина Перестала поклонником канцлера Сравнительно недавно Но послушав Всего несколько композиций Поняла этот исполнитель То, что мне нужно Теперь без ее песен Почти никуда Что гостишь на учебу Что на ЕГЭ Сдала на высший балл Кстати Пользуясь возможностью Хочу выразить Майе свое восхищение Сказать, что Ей, наверное, многие говорили Ее песни Водушевляют Знаешь, к ЕГЭ Водушевляют Говорили Да И вдохновляют На новые подвиги Спасибо за ваше творчество ЕГЭ по истории Поди хорошо сдала Кто сдал? ЕГЭ, говорю, по истории Поди девушка Хорошо сдала А вот она не уточняет Кстати сказать Какую именно Помнится Как-то у вас в эфире Одна замечательная группа Симпровизировала Одну из своих песен В своем новом Для себя жанре Почему бы не попробовать Так же и сейчас Я про Рэгги-наемников Я уж не знаю Будете ли вы Чего-нибудь тут экспериментировать Рэгги мы, конечно, можем сделать Зачем? Проблема в том, что я не люблю данный стиль А хип-хоп? Зачем он мне? Понятно То есть тебя, в принципе, не развести ни на что Я так понимаю Если мне что-то, допустим, нравится И меня это может заинтересовать То можно и развести Кстати, какие тебе еще нравятся стили? Всю вот эту африканчину с косяками Я не люблю Ты косяки не любишь или африканцев? Все уточни К африканцам я равнодушна К косякам В общем, тоже Но просто это не мой стиль жизни И не мой стиль музыки Поэтому и зачем за него вообще браться? Я тебя понял Есть чудная группа Их несколько замечательных, на мой взгляд Молодых, интересных коллективов Одна из них Тут как тут Группа Нет, это Токида Вот, Токида мне больше Тут как тут и Токида Да, Токида Так вот, я всегда прикалываюсь Там вокалист еврей Причем нормальный еврей Кошерный, как положено И поющий в этом С пейсами Реги Нет, ну иногда, может быть, и с пейсами Видел я его с длинной Хороший парень, кстати, замечательные песни Так вот, сама по себе забавная история Да, евреи, поющие реги Ну, да Что-то в этом есть, конечно А ты говоришь, что африканцы Да какие африканцы? Давно все поменялось в этом мире Поют-то все что угодно, но Могла быть Эмином вон Ни в каком месте не африкане, скажется Эмином? Ага Ну, я не заглядывал глубоко, но белый Ну, сверху, да Внешне белый Давайте дальше Что это будет? О, как раз, кстати, об африканцах Как смотри-ка, мы вышли на тему неожиданно О афрокарибцах, господи, как это правильно-то сказать И о страшной, такой страшной вещи, как Вуду Ага Сейчас будет песня про одного из духов из этой культуры, собственно Которого зовут Папа Легба Но у этого Папы Легбы У него, как у граненого советского стакана, очень много граней И вот какой гранью он к вам повернется Вот с той гранью вам повезет или не повезет общаться У граненого стакана их ровно 12 Посчитай Нет, этот тогда, это значит, два стакана получается Как всегда, живой звук в программе Живые здесь сегодня Каш Сергей и Брагандерт Злобный Папа Легба Которого... Эту грань зовут Мэтр Каррифур Который встречается в темноте ночью на перекрестках И если он просит у вас монетку или сигарету То лучше ему это дать Потому что, если не дать, последствия будут непредсказуемы, но очень плохи Перевела всю песню до того, как спела Я опять не сплю ночами Возьми осенью плечами Сны о странном открывают для себя одного Мне во сна витка не берется Отражение не смеется Я ловлю луну в колодце Поджидая того Кто проходит в тенье грозной Там, где зубы перекрестков Звезли напрочь в доле мозга Дверь открыли в ночи Где осыпалась и звездка Где свеча рыдает мозгом На лице дороги плоском Свет его разыщит Я дону пыли дорожной Слабый и неосторожный Так черчу кресты и петли Пальцем содраны в кровь Мысли плачут, будто птицы Солнце спит, старая спица А в дыму мелькают лица То друзей, то врагов В звуках дьявольской трещотки В очертаниях нечетких Он идет с ромной походкой И зовется с собой Невидимкой проник рядом Он напиток лунным ядом Он почти что стал мне братом На дороге пустой Вечно старый, вечно юный Группный отец полудий Дух сомненья и несчастья Заходи же в мой дом Пальмаю сожги до петла Чтоб ты та моя ослепла Обменяй-ка все напасти На сигары и ром Утром выйдет с оборота И уходит тихо кто-то Вест молчит, молчат болота Не отдав своего Страх собакой гложет кости Лишь цветы были от ростей По делам там он, кто в гости Приглашает его Утром выйдет с оборота И уходит тихо кто-то Вест молчит, молчат болота Не отдав своего Страх собакой гложет кости Лишь цветы были от ростей По делам там он, кто в гости Приглашает его А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Я не знаю, часто ли кому-либо из вас или мои тебе лично пишут в личку какие-нибудь признания. Ну, хорошие, добрые, тёплые слова. Но вот то, что сейчас написал Александр Козырев, я сейчас даже под ложечку уберу. Ну, чтобы ничего не мешало тому, что я буду читать. Я постараюсь это сделать так, как, возможно, человек чувствовал. Ура! Пишет Александр. Неделя ожидания не прошла зря. Ги в эфире. Сегодня пришла с работы с фразой руки к горлу протянутой усталости. Налила кофе с мыслью, мне на донышке терпение осталось. Посидела, подумала, я, пожалуй, всё оставлю как есть, и решила уволиться. Счастливо! Медик из Санкт-Петербурга Александра Козырева. Браво! Браво! По-моему, блестяще. Лучше не скажешь, на самом деле. Вот что касается той стороны творчества, которая уже уходит от вас, от музыканта. Сначала сочиняется песня, приходит муза, приходит или не уходит долго, у кого как. Кому-то так раз на секундочку пришла, посидела и ушла. Но времени всё-таки этого хватило. А кто-то долго с музой дружит. Но, тем не менее, родилось произведение. Это произведение пошло в свет. И, соответственно, реакция на эту песню какая-то у всех своя. И когда ты понимаешь, что за этой реакцией лежит ещё что-то, человек меняет что-то. Вот Александра, медик из Санкт-Петербурга, она живёт, собственно говоря, цитатами песен. А потом решает, что да и бог с ним идёт и увольняется, и чувствует себя при этом счастливым человеком. Неделю ожидая выступления в программе «Живые», и теперь чувствует себя абсолютно живой, счастливой, полной сил. Ты понимаешь, что... Или ты знаешь точно, может быть, есть какие-то эпизоды, может быть, есть какие-то признания на сей счёт, когда музыка, твоя музыка, музыка коллектива делала с человеком что-то такое невообразимое, улучшала его жизнь, в лучшую сторону направляла, может быть, меняла что-то в жизни человека. Или таких признаний пока ещё не было? Да нет, на самом деле было и довольно много. То есть довольно часто люди пишут, что там, благодаря вашей музыке я познакомился с кем-нибудь или с человеком, который стал лучшим другом там, или спутником жизни, или ещё кем-то. То есть несколько раз писали даже, что ваша музыка спасла меня там от, собственно, желания наложить на себя руки. То есть человек, послушав песен, решил... И такое, да, бывает. Он послушал и решил, что бывает хуже. Очень может быть. То есть у кого-то может быть... Если у Майи хуже, то я ещё терпимо живу. Ну, наверное. Данилов, ну, кроме того, что он соло-гитарист и бэк-вокалист, он ещё штатный тролль, так что всё нормально. Значит, Ватанабе Широ, так зовётся человек, пишет сайт латиницы, поэтому, извините, запнулся. Слушаю и не могу нарадоваться. Долгое время канцлер Гии и Брагандер были единственной русскоязычной группой, которую я слушал. К тому же канцлер мне очень импонирует как человек. Уважаемая Майя, а не намечаются ли у вас какие-либо альбомы или синглы в текущем году? Очень хороший вопрос, потому что у меня тоже будет разговор сейчас по синглам и по альбамам. Намечается ли какой-нибудь? Ну, мы хотим выпустить лирический альбом, собственно, собрать песни, которые мы давно не играли, но которые люди очень любят, очень просят. Но при этом эти песни были записаны когда-то и были записаны не в лучшем качестве, не в лучшей аранжировке. Поэтому мы решили, а почему нет? Раз народ просит, значит, народу надо это дать. Просто как орден иезуитов поступаем. Просите? Да будет вам. Соответственно, будем вот в июле записывать альбом «Лирики». Будет альбом. И когда он примерно может появиться на свет уже как физический носитель? Так, вот у нас. К осени, наверное. Товарищ директор. Ну, к осени, да. К сентябрьскому концерту, если все сложится, как мы предполагаем, как мы планируем. К сентябрю уже может быть, да? Да. Это очень важно. Важно, потому что наверняка народ, услышав, что вы начинаете альбом писать, начнут сейчас закидывать меня вопросами, а когда он будет, а когда... Поэтому вы сразу на него ответили, и слава богу, отвели от меня грозу шторку задвинуть. Да, тут еще один, Семен, важный достаточный момент, я скажу по этому поводу. Я понимаю, что люди, наверное, ждут и новых песен в том числе. Конечно, ждут, а как же. А это будут все-таки старые. Но штука в том, что на самом деле у Ги материала полным-полном. Мы уже однажды, вот моя рассказывала, сколько, 13 альбомов. И очень много старых песен, которые хочется реанимировать, которые хочется сделать, вот как, так сказать, актуальным составом. Так, как это может прозвучать драйвово мощно сейчас. Пусть даже это лирика. Вот. А новые песни, ну, они будут тоже никуда не денутся. Но сначала лирика, ребят. 13 альбомов. Я вот как раз и хотел об этом, потому что, ну, по крайней мере, то, что у меня есть информация, которая есть у меня, у меня есть информация о трехстольных альбомах 2002-2003 года. Там их было в одном году сразу два. Ну, а дальше я перестал считать, я просто так вот, на вскидочку. Я вижу тут несколько синглов, четыре как минимум, пять синглов, и штук шесть альбомов. Это все выходило с периодичностью в год. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. А четырнадцатый где? А четырнадцатый сидим и думаем, потому что... То есть вдруг в какой-то момент и альбома нет. А не было мысли, а как-то так... В двенадцатом тоже не было. Ритм. Почему нет? Да, на самом деле. В двенадцатом был самый интересный альбом, о котором я хочу отдельно поговорить. Альбом, который назывался «Те еще грибочки». Изборник пародий на саму себя. Вот это интересная тема. И, во-первых, скажи, пожалуйста, что значит пародий на саму себя? Есть что-то, что ты в себе пытаешься искоренить, поэтому делаешь пародии на себя? Да нет, на самом деле это не я их делаю, просто иногда люди пишут на известную песню какой-нибудь такой, ну как сказать, пародийный стебный текст. А, вот так. Ну то, что им, допустим, актуально как-то. Вот человек написал стеб на известную, любимую им мелодию и ее, значит, там поет. В том числе на моей песне тоже много такого встречалось. Мы как-то копнули этот пласт, поняли, что там есть масса, в общем, остроумных и интересных достаточно вещей. И решили, что, ну, люди, раз вы это сами сочиняете, я вам для вас могу это спеть. В оригинальных аранжировках, в оригинальных минусах. И вот народ получил на гора эти вот грибочки и, по-моему, очень рад. А теперь у меня будет вопрос, ну, может быть, не все любят такого рода вопрос. А нельзя ли из этого альбомчика что-нибудь сейчас вспомнить, хоть под гитарочку? Ой. Ну, просто интересно, как это звучит, реально. Вообще само по себе название, те еще грибочки, тут, в общем, и курить не надо, я понимаю. Да, действительно, то, что я оттуда помню, на самом деле, песня, вообще, в оригинале она называется «Блюз могильного червя». Некоторые ее считают достаточно страшной. Наш прекрасный директор Людмила Лагожина как-то взяла и сочинила на нее пародию, которая называется «Блюз капустного червя». Окей, тогда в тот микрофон, как обычно, вокальный. Послушаем, как это выглядит. Я житель огорода и качан мой дом Я знаю каждый лист, что прорастает в нем Я знаю, где капуста в огороде сочнее всего Когда капуста в грядку ткнув тебе по весне Ты сделал приношение безвозмездно мне Здесь все растет и зреет только для меня одного Капуста прорастает в грядке каждый год Я ею с аппетитом набиваю рот Грызу я постоянно, даже не морочась ценой Ползу по кочерыжке плавно сверху вниз И удовлетворяю пищевой каприз А листик на просвет становится почти кружевной Что вышло из земли, туда я заползу И каждый твой посев под корень подгрызу И ты ругнешься снова, вот же ненасытная стервь В тени и на свету капусту в грядке Туда я отправляюсь в пестицид пресс-древ Сожру я без стесненья всякий новый посев Я житель огорода, я капустный черт Канцлер шутит это называется Это скорее не канцлер, скорее Людмила Да понятно, но поешь-то ты Забавно, а почему забавно? А кстати, что касается забавности Есть смешное в жизни? Или нет? Я имею в виду вообще В жизни смешного? Для тебя смешное есть? Да полно А что для тебя смешное в жизни? Да вся жизнь, как посмотришь, такая смешная штука Что смеешься, чтобы не плакать Понял, все, я больше не спрашиваю Я потому что понял суть ответа Я даже не буду копать Вот Денис Балагура есть такой человек Видимо, ваш кто-то из ваших поклонников Потому что я у себя здесь его вижу в первый раз Ну, аватарки уже привычные есть, непривычные По крайней мере, вот этого человека я не видел еще ни разу Я не хочу, чтобы его забанили Потому что он очень что-то там пытается Много раз один и тот же вопрос задать Я просто полистал сейчас переписку здесь И понимаю, что Юля, может, в какой-то момент Как продюсер резкий и жесткий Как, собственно, ты понимаешь, да? Хлопай Поэтому я задам его вопрос Чтобы человек уже получил сатисфакцию То есть ответ Вопрос в группе от Дениса Вопрос Встретив кого-либо из вас Например, в метро Можно ли будет к вам подойти И какие вопросы от незнакомых прохожих Не вызовут отторжения? Денис очень много раз пытался этот вопрос Я не знаю, зачем ему это нужно Какие вопросы не вызовут отторжения? Вот у тебя, как у барабанщика Какой вопрос не вызовет отторжения? Ко мне можно подойти Любой вопрос, я отвечу Любой, совершенно любой вопрос Какой курс долларов, скажи, пожалуйста? 52-54, по-моему Рок-н-ролл Ну, то есть, в принципе, доступен для любых Если узнают, то тебе будет просто приятно От того, что узнали, что хотите Ай, ребята, спасибо Нет, ну, а если уж серьезно Какие вопросы не... Давай так, я перефразиваю Какие вопросы вызывают отторжения? Так же тоже бывает, когда поклонники рвутся с листиком бумажки Автографа и кто-нибудь спрашивают Отторжение? Ну, в общем-то Как, наверное, у большинства людей Вопросы там про что-то личное и интимное Куда, в общем, лезть не положено По идее, приличным-то людям Все? Есть ли у вас дети? Делали ли вы пластическую операцию? Есть ли у вас хвост? Кто? Хвост Такой вопрос тебе задавали? Ну, нет, это я для примера Потому что, на самом деле, вопросов таких только не задают Нет, ну, легло Ну, как же, было же у Гоголя, что у каждой ведьмы есть маленький хвост Ага Так что всякое может быть А на ведьме? Ну, мало ли Это я тебя сейчас спрашиваю На ведьме может быть? Я не скучаю Так, хвост вроде спрятали Я не знаю достоверно, я не проверял, есть ли хвост или нет Я поэтому, да, немножко растерялся сейчас Редко встретишь в студии рядом с собой истинную ведьму Да еще с хвостом Да еще с хвостом Короче говоря, вопрос личного характера Ну, да, потому что, когда незнакомый человек, который ты в первый раз видишь, внезапно с чем-то таким лезет Хочется сказать, что, а вы перестали пить коньяк по утрам вообще? Слушай, не могу нарадоваться Долгое время канцлер Ги Брагандер был... А, это я уже читал Извините Это просто я сейчас заглянул вдруг в чат И обнаружил, что это сообщение было скопировано из чата на сайте в другое место Человек по площадям, да? Писать, да, писать всюду Значит, вечер добрый Ваш концерт в Томске был одним из лучших концертов, на котором я бывал Спасибо вам за ваш приезд И сразу... А так, прежде чем я прочитаю от Данилы Левкевича эти пару вопросов Я хочу вот о чем спросить Концертов много у вас? Ну... Ну, география большая По крайней мере, благодарности от людей, которые в тех городах, где вы побывали, достаточно много Это был тур какой-то или как у вас все происходит? Так, ну, как бы это сказать В общем-то, да, но это был в основном сольный тур Потому что, если там куда-то везти нас всех, иногда местные организаторы, они впадают, ну, в финансовый вопрос Ну, естественно, они обязательно в него впадают Это первое, во что впадает река Некоторые впадают и могут выпасть, а некоторые впадают и остаются там с концами Это точно К сожалению, да Окей, тогда когда ближайший концерт, и где? Ближайший концерт будет 25 июня в клубе Мецофорте, это метро ВДНХ Собственно, это будет концерт в честь моего дня рождения 25 июня? Да А когда у тебя день рождения? То есть на следующей неделе День рождения у меня 24 вообще, но мы решили сыграть концерт, ну, в четверг, а не в среду Потому что это и нам удобнее, и людям удобнее Близкие даты, я понял Так что, в общем, кто хочет меня поздравить лично, там, цветочек какой-нибудь принести В общем, ты на краешке с близняшками и раком находишься, если по зодиаку Ну, да Ну, как и я, в общем, тема отдельного Так приходи, отметим все вместе Не, не могу, не получится Почему? Работаем, потому что мы каждый вечер Лето было три дня, и я в этот день работаю Каждый, да-да-да, каждый вечер работаем Что петь будем дальше? Ну, дальше продолжаем, продолжаем, продолжаем тему страшных дядек из Вуду Там будет, конечно, не дядька, там будет неодушевленный объект Название скажи Вудудол Как всегда, как всегда, живые звуки в программе Здесь сегодня конец Сергея Брэгендерт Поехали Сверху вывесок лунных оставляет отпечатки Лучка в окошках посвернула В окнах мерзнет свет Пол дуны не кляет в углы В кругу грустные початки На лодке угла из грузов слез и бед Небо пищит Вечер тает И сливает Только вокруг Кисло слышит Кисло помнит Кисло знает Ждать за твою войку Кисло слышит На полу блестят осколки Сердце проткнуто Иголкой пищит Кукла столь кугла А чужих обид Пусть ночных текущих страхов Боль болзет, как черепаха И скучат ночи под угла Будешь ты убить Небо здышит Вечер тает Взбивает Кольца вокруг Кукла слышит Кукла помнит Кукла стоит Дайну твою, мой друг Пусть вымечется Мой милый Ведомитом Сопелителей Погарит в костре бумага И замерзнет в путь И прогретов Зло и чудо Умирает кукла Буду Умирай, ну ты Будь мяга Твой окончен путь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. — Пожалуйста, личный гимн многих всё-таки. — Чего? — Не знаю, БТЛ, это такая аббревиатура. — А может, это просто, я не знаю, солдат с БТР, который картавит? — Да, ну, пожалуйста. — Но у нас такого нет. — Личный гимн многих всё-таки. Вот я тоже хочу понять, нет такой песни? — Это ленивец ги. — Да, ну так и сказали бы о том, БТЛ. Откуда я знаю? Может, военно-техника какая? — Ну, вот смотри, личный гимн многих. Люди, песни твои делают для себя гимном. — Гимн — это такая штука, которой лично это по определению не бывает. — Нет, смотри, о чём. Эта песня, если я правильно расшифровал, это блюз трёхполого ленивца. — Трёхполого ленивца? — Ну, ленивец — это, в общем-то, тема такая. — Да. — Мне кажется, многим близкая. — Ленивец? — А, то есть в смысле... — Ну, в смысле... — А-а-а. — Да, ленивец. — Ну, если я правильно понял. Я не вижу просто другого объяснения. — Я тоже. — Ну, в общем, да. Потому что, а что ещё можно так зашифровать-то? — Я тоже не понимаю. Значит, о, судя по вокалу, Даниле пошло на пользу последнее испытание. Что за испытание было у Данилы? — Объясняй. — Ну, я могу коротко попытаться объяснить. — Пошло на пользу последнее испытание. — Вот. Это мюзикл, авторский фэнтези-мюзикл, который сейчас получил воплощение сценическое. До этого он существовал много лет в аудиоверсии. Ты что там делаешь? — Ничего-ничего, он поправляет. — Вот. В аудиоверсии это мюзикл авторства Антона Круглова и Лены Ханпиры. Музыка, либретто, соответственно. В оригинальной записи принимали участие в том числе и музыканты известные. И Наталья Ушей была, и Федя Воскресенский был. В концертных, скажем так, в спектаклях они сейчас, естественно, не участвуют. Участвую я. — Один? — Один за всех. Ну, нет, конечно, не один. Но я в том числе. Вот. Ну, это если очень коротко. Ну, это было коротко, но теперь я не понимаю смысла. А испытание-то в чём? — Называется он так. — А вот это надо углубляться. Это название «Последнее испытание». Называется он так. — Ну, человек вот... — Человек кавычки забыл поставить. — Даниле пошло на пользу «Последнее испытание». Да, без кавычек, без ничего. — Да, не было. — Даниле ордали. Это были ордали. И водой, и огнём. — Ну, возможно, нет. Если уж на то пошло, то пел я немножко и раньше, и дольше, чем последнее испытание в моей жизни появилось. Я не знаю, что чему пошло на пользу, но я людям верю. Ладно, я не против. — Ну, люди-то при этом же высказывают респект. Ты же понимаешь? — Нет, я же и говорю, я не против. — Когда человек говорит... Ну, подойдёт тебе человек, например, и скажет, спасибо вам большое за вашу потрясающую песню «Крутится земля». А я вообще обожаю... Ты же не сделаешь вещь, что это не мое, и скажешь, конечно, пожалуйста, пожалуйста. Потом человек пройдёт, ты уже подумаешь, что это за песня была? Вообще, моя ли эта песня была? Ну, приятно, когда тебе сказали спасибо. Я всякий раз эту историю уже рассказывал неоднократно, когда мне пишут, или там звонит человек, смс-ку присылает, спрашивая меня, сколько я беру за приведение корпоратива, но только я должен там обязательно буду спеть. На что я отвечаю человеку «Я не пою». Мне говорят, так как же, вы же чайка? Я говорю, да, Виктор. Я говорю, нет, Семён. Я, конечно, мог бы сказать, да, я Виктор, но внешне, в общем, в принципе, люди сразу поняли, когда я пришёл бы, что... А если бы я начал петь... Как-то не очень, да? Выслучай сам. Сколько, ну так, навскидку хотя бы, приблизительно будет длиться песня, которую вы готовите петь сейчас? Минуты четыре с чем-то. Длительность мыши. А, мышка у нас? Да. Около четырёх минут. Четыре минуты. Хорошо. Я просто хочу песню... Нет, нет, пока рано. Пока рано. Я просто хочу, чтобы песня закончила час, чтобы мы сразу после песни могли пойти на паузу. Поэтому кое-что сейчас ещё найду, почитаю. Так, спасибо за прекрасные песни. Простите, что вопрос не по творчеству, да и запоздал весьма. Слава тебе, Господи. Но очень хотелось бы узнать, чем кончилась история с пропавшей и подменённой пернатой питомицей. Дмитрий Кокшенков. Это как-то человек сильно такой уже... Не следил человек, видимо. Старую историю с сундука-то достал. А что это за история, кстати? Ну... Пропавшая пернатая питомица. Подменённая. Я так думаю, что, может, это вот лучше... Ты расскажешь, нет? Это долго. Ну, коротко, коротко. Ну, если коротко, то... За 30 секунд. Один, скажем так, недобросовестный, а точнее просто бессовестный человек недосмотрел за птицей, которую ему отдали на передержку. Птица от него сбежала. Мы её искали сколько? Ну, с июня по октябрь. Ну, в итоге птица нашлась. Нашлась? Да. А что за птица-то? Чёрный ворон, вороних, точнее. А, я думаю, попугай. Попугаи не находятся обычно. А ворониха ничего. Они же умнее, чем попугаи. Конечно, гораздо умнее. Они приспособлены к жизни в городе и в стае. Так нет, он же... Нет, в стае-то нет. Нет, ну, ворона может жить с другими воронами. Нет, так это чёрный ворон именно, это не ворона. То есть есть ворона серая, а есть ворон чёрный. Ну, короче, попугаи гибнут сразу с воробьями. Он этим какую-то левую, по-моему, птицу подсунул, да, сначала? Да, подсунул левую птицу, которая тоже у нас там жила дома одно время. Ну, сейчас нормально всё. Ну, когда он вместо вороницы девочки подсунул нам ворона-мальчика, да, это было да. То есть весь дом шугал, что ли? Ну, примерно. Звенел, так сказать, хвостом? И хвостом, и пером, и клювом. Мальчик-девочка-ворон, и ворон. Клювал. Ладно, я не понимаю ничего в зоологии. Давай петь. Так. Мышка? Да. Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня канцлер Гиврагандерт. После этой песни мы уйдём на паузу, а после этого вернёмся в студию и продолжим. По вечерам она танцует одна, Всем неизвестно, никому не нужна. Её танец так просто, Но её он вознёс выше окон и крыш. Стоя насмешку с неба смотрит луна, На ту, что ради танца сходит с ума, Учит сложные па, На упылке слепа рвёт ремонтную тишь. Она всего лишь танцующая мышь, Она всего лишь в осколки бьёт чужой ночной потой. Она всего лишь танцующая мышь, Она смешна, но нет второй такой. Она смешна, но нет второй такой. В подвальной пыли вечная пелена, Вновь потревожена и возмущена На полу и вдоль свет, Кто оставит посмел этой ночью следы. Кто прыгал вверх и падал больно до звёзд, Мечтая взглядом дотянулся до звёзд, Кто тут снова не спал и, наверное, Чёрно страдала от пустой ерунды. Это была всего лишь танцующая мышь, С мечтой своей вскочить на лунный луч. Она надела цвететь, Чтоб на лунду смотреть, Упы, лунные, видно, и затушила я. Упы, лунные, видно, и затушила я. Упы, лунные, видно, и затушила я. Давно уже заснуть не может весь дом Прошёл слушок, что тьяма уходится в нём Любит он танцевать и мешает всем спать Он порою ночной. Закрыв глаза, ты забегаешь в попал, Желая видеть, где же он танцевал, Ты почти уже спишь, но устала глядишь, Кто же это такой? Проснись и ты разглядишь, Там всю ночь чую пыль, Фанатика, блестящие глаза. Её ты можешь добыть, Схватить, поймать, убегить, Но знай, остановить её нельзя. Её ты можешь добыть, Схватить, поймать, убить, Но знай, остановить её нельзя. Но знай, остановить её нельзя. Ну что, двинемся дальше. Напомню, канцер Гибрегандерт сегодня здесь, В студии своего радио, в программе «Живые». Ещё для кого-то уже прошёл час, Для кого-то ещё целый час впереди. Вот я всё-таки полагаю, что ещё целый час впереди И мы можем наслаждаться музыкой этого коллектива. Надо, наверное, петь сразу, Просто пауза была большая, И наверняка уже люди ждут чего-нибудь от вас. Что это будет? О, да, это будет песня, Которая у нас уже идёт под кодовым названием «Любимая песня Данилы». Ага, вот сейчас мы и посмотрим, Что любит Данила. Как всегда, живые звуки в программе «Живые». Поехали. Ну, как что за песня? Маман Брежит. Поехали. Я ухожу от людей, как ток, Без слёз, без следа. Я ухожу, впитавшись в песок, Как будто вода. Я ухожу, не помня себя, Лечу навек светным голубям, А память моя, как воздух светла, Она умерла. Земля песка, ровня и меня. Напомни, как я ходил по тебе, Свой оставляя след. Нам сон забли, Рани твоих ронят камни, Так я изливы в судьбе Несу на себе. Они черны, словно уголь, Они красны, словно медь. Мне вечерами было темно, Против миза. Но мне не страшно, Мне всё равно закрыты глаза. Мне безразличен, что рай, что ад, Я умер восемь минут назад. На прелых листьях стою и жду, Собвенья звезду. Земля, сестра, Смерти оставь меня в свете, Позволь ползти мне по землям трав, Что стану светнеть. Словно пьян, буду искать тебя всюду. Чем выше смерть и цветы, Тем ближе мне ты, Так что черно, словно уголь, Так что красно, словно медь. Я ухожу от тебя, но всё же я помню о том, Я знаю вновь, ты меня вернёшь на тёмное дно, Где жизнь и смерть породят любовь, Где я, возможно, воскресну вновь, Где переплавится смерть на боль, Смешение и боль. Земля моя, мама, Веди меня прямо, Веди меня по камням, К солнцу в небе гореть. Готов тебя вновь я, Пою с моей кровью, А ты обнимешь меня, Враня и храня, Само черно, словно уголь, Само красно, словно медь. Есть и самочки любопытные. Вот, например, я для себя подметил эту, Прочитаю, как есть. Спасибо, своё радио, за канцлера. Да нет, это не нам за канцлера спасибо, Это им спасибо за то, что они есть. И вам тоже. Ну, сегодня вы здесь, завтра где-нибудь в другом месте. Значит, вы сделали мой вечер, Пишет человек. Привет и благодарности Севастополя. Канцлер, когда в гости в Крым? И когда долгожданный альбом о страхах? А, ну, о страхах, Ну, это как погрузим, так и поедем, А как поедем, так и погрузим, А когда в Крым, ну, это зависит. Гениальный ответ. Ни черта не понятно, Но зато красиво, да. Ну, это и серии по курим и покрасим, да. Ну, а что касается, Когда в гости в Крым? Когда там найдётся толковый организатор, С которым мы сможем связаться, И, в общем, который подготовит почву Для нашего там явления. Так-то в Крым хоть сейчас. А, нет, ну, это понятно. Так-то да. Это понятно. Понятно. Ну, вообще, ответ дан, да? В принципе, там пока не складывается с организацией. Ну, там народ, видимо, ещё, так сказать, Не привык, что это можно сделать, Просто вот взять и сделать. Потому что очень многие люди Почему-то вот боятся там. Они говорят, что, А будет ли концерт там в нашем городе где-нибудь? Мы им говорим, так организуйте. Они говорят, а я не знаю как, А я не умею. Ну, и всё в таком вот роде. А на самом деле, в общем, те, кто берутся, Они, ну, выясняют для себя, Что, в принципе, ничего страшного в этом нет. То есть... На самом деле... Всех подзываешь... Извини, пожалуйста. Всех призываешь к тому, Что, если хочешь концерт канцлера, То займись этим сам. Ну, в общем, в некотором роде, конечно, да. Потому что во многих городах У нас концерты делают именно неофициальные Какие-то вот там агентства и так далее. А именно вот энтузиасты, Которые просто очень хотели концерт Канцлера там, Канцлера и Брагандерт, Или просто канцлера в этом городе. Они взяли, все сделали, И как бы и себя порадовали, И других жителей города порадовали. Ну, и нам тоже интересно Новые места посмотреть. Мне в этом плане очень нравится Премьер Ярославля. Там есть замечательная девочка. Ей было на тот момент 17 лет. Она захотела, чтобы ГИ приехала в Ярославль. Она взяла и сделала так, Чтобы ГИ приехала в Ярославль. С тех пор работает промоутером И неплохо зарабатывает. Ну, почти. На самом деле, первый раз, Когда она организовывала мой концерт, Ей было вообще 15 лет на самом деле. А, даже так. Да. Но человек взялся и сделал, Абсолютно не смущаясь, Не стремаясь, Что я маленькая. Она действительно маленькая. Она ниже меня. То есть, как бы, такое бывает. Многим стало стыдно сейчас. Ну, не знаю. Я не вижу, но эманации ощущаю. А вот боятся Организации заняться. Свои. Добрый вечер. Майя. Привет, из Новосибирска. Не планируете ли второй Соло-концерт у нас в этом году? Планируем. Это будет, Так, опять же, Вторая половина октября. Вторая половина октября. Ну, то есть, смотри как, Все концерты и передвижения группы Можно отследить, я так понимаю, В официальном сообществе. Совершенно верно. Логично. В общем, наверное, туда надо отправлять всех. Конечно. Вот все эти вопросы, Которые задают по поводу концертов, Сразу говорим, Идите, пожалуйста, Вот в анонсе, Допустим, Можешь все просто, В анонсе на сайте, Пардон, ВКонтакте, Есть название коллектива, Оно синенькое. То есть, активная ссылка. Кликаете, все, В группу смотрели. Вот я даже так, Просто навел курсор, И уже вижу. 16 мая, Санкт-Петербург. Это какой? Следующий год? 24 мая, Шока-фест. Ну, это вот... Нет, это этот, по-моему, нет? Нет, это хвостик. Если сейчас открою, То открою полностью. Ну, да. Но весь список концертов, Он есть. Поэтому эти вопросы, В принципе, Задавать в эфир, Наверное, не стоит. Сразу идите в группу ВКонтакте. Встречаются же очень классные люди, Которым Афишу повесишь, Там рассылку разошлешь, Чуть ли не в личку напишешь. Потом они появляются и говорят, А я не видел. Ну, нет, бывают такие люди, Они, в принципе... Вопрос, а куда смотрел? Никуда. Человек зашел, фотки посмотрел, Какие новые разместили, И ушел. Так часто бывает. Иногда люди забывают о том, Что в соцсети, Они информацию распространяют, Они только порнографию. Значит, Привет канцлеру Ибраган Дэрт Из Одессы. Орга Орешко пишет. Очень трудно сейчас Среди миллионов Однообразных песен И исполнителей найти Такой необычный, Близкий по духу стиль. У меня вот такой вопрос. Что за гитары у канцлера И соло-гитариста? Что за гитары? У меня гитара называется Yamaha Silent. То есть это такая палка со струнами, Которая имеет вид гитары И звучит примерно так же, Как акустическая гитара. Но зато она, Как сказать, Это линейка travel гитар, То есть она разбирается, Ее очень удобно возить с собой. То есть она не тяжелая, Она занимает мало места. Ну, некоторые ее за ружье принимают. Главное, что она еще не заводится. А, я думал, Откуда этот голос? Да-да-да. Это звукорежиссер очень важен, Что не заводится эта гитара. Данила, а у тебя? Данила, у тебя. У меня это гитара Sterling GP50. Sterling — это, скажем так, Дочерняя фирма Известной конторы Music Man. Она отличается тем, Что она, ну, в общем-то, Она более бюджетная И несколько упрощенная. Но меня она полностью устраивает И по звуку, И по удобству игры на ней. Ну, то есть я считаю, Что инструмент этот Должна быть не какая-то там Марка крутая фирма, Не фендер какой-нибудь, Я не знаю, Там, Ибанес. Ты... Вот люблю это название. Да. Очень люблю. Я люблю Аукцион Ибэй. Да-да-да. Ибанес очень люблю. Ну, птица и ибис тоже ничего. Да нет, птица и ибис тоже. Ну, это уже по-другому. Просто очень можно запросто На голубом глазу Ибанес. И ничего тебе не будет. Ну, главное, все поймут, О чём речь. Все поймут, да. Вот, я что хотел сказать. Можно, я считаю, Можно не глядеть на гитару, На то, кем она сделана, Просто взять её в руку, В руки, И почувствовать, Что вот оно, Моё родное. Веришь руки, понимаешь, Ибанес. Ну, тогда давай уже Ибанес. Иста опросим, Раз уж пошёл такой разговор. Саш, что уж. Да, кстати, об Ибанесе, да. Это Ибанес АТК-700. Элементированная серия корейская. Так. Что в нём особенного? В нём особенного, Ну, это особенная серия АТК. У них вот эта тройная катушка, Которая даёт Довольно специфичный, Особенный звук. И конкретно в этой серии У них вот есть кленовый топ. Ты любишь клённый такой? А, я люблю клён, да. Я когда покупал эту гитару, У меня был выбор из нескольких. Я посмотрел на неё, Взял её в руки И купил. И влюбился. Взял её в руки и Ибанес. Да, и вот только скрипка Никого не интересует, А между тем, Как это? Инструмент с возрастом, С историей. Как это? Я как раз и сказать хотел. Я про барабаны спрашивать не буду, А не наши. А вот про скрипку-то, конечно, Тоже хотелось бы. Ну, скрипки где-то В районе века, На начало 20 века, да. И она либо немецкая, Либо чешская, Либо австрийская Не определили. То есть даже эксперты Не смогли понять, да, Чья она? Ну, это немецкая мануфактура, А тогда мануфактура Это были просто гильдии мастеров, Поэтому она как бы мастеровая, Но мануфактура. Ну, то есть это не фабричная, Как у нас потом Фабрики наштамповали, Блалайки, И я иду пошёл. Штучный товар, Так скажем. Конечно. Ну, видимо, дорогая история. Да, конечно. Ну, у нас тут охрана на выходе есть, Если что. Мы подхватим, Если что, До машины доведём, Как минимум. Да, у нас охрана. Да, ну, на всякий случай Мы поможем, если что. Ну, а так внешне Она выглядит как обычная скрипка. Нет, она красивая. Не-не-не, понятно, Что она самая красивая. Самая красивая. Ну, давай в кадре её покажем, Чтобы было понятно, что... Вот. Подожди секундочку, Она со звукоснимателем, что ли? А, нет, это там прищепка наша висит. Я ещё и подумал, Странно, скрипки века, Ясно. Да, красивая скрипка. Правда, правда, красивая. Я не хотел тебя обидеть. Боже упаси. Надо петь дальше. Что это будет? О, это же песня, В которой я с ними не играю, А только пою. Только без лозунгов. Да, ну, это самая прыгучая песня В нашем репертуаре, Которая называется Скачут фавны. Фавны скачут, Милые такие козлоногие ребятки. Ну, поехали. В Нарнии вот есть. Поехали. Скачут фавны, Милые такие козлоногие ребятки. Милые такие козлоногие ребятки. И фавны прыгают, Прыгают, Прыгают. Светутся точки, Ставятся точки, И фавны скачут, Снятся, Плачут. Плачут песенки, Тихо, Не весело, Милые такие козлоногие ребятки. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз напомню, Кан Сергей Брегандерт, а зачем это напоминать? Мне кажется, что действительно групп с таким звуком и с таким вокалом больше, в общем, нет, спутать сложно, реально сложно. Так, а я думаю, почему такой насыщенный звук у скрипки, пишет Никита Пятачков? Потому что старая скрипка. Не старая, а заслуженная. Ну хорошо, старая, я сейчас не в том смысле, боже, я имел в виду наигранная скрипка, скрипка, мастеровая скрипка. Как музыканты тоже, гитаристы тоже ведь покупать стараются. Гитары не всегда новые, а гитары с опытом. Это уже винтаж тогда. Говорят, что там она наигранная, в ней уже все правильно, все притерто и звучит она хорошо. Сергей Каратаев спрашивает, как вы относитесь к самодельным клипам поклонников по вашим песням? В принципе, нормально относимся, но правда, бывают иногда, конечно, очень странные вещи люди делают. То есть там совершенно не понимаешь, что же это такой за ассоциативный ряд, такой интересный. У каждого свои ассоциации. И к чему оно, да. Нет, ну в целом, в общем-то, люди делают им с этого хорошо, но почему бы и нет. Ну много ли таких клипов уже сделано? Ну в общем, ну полный интернет, да. Нет, ну много ты их считала, нет? Да честно говоря, как-то да. Тогда объясни, почему так происходит. Почему, допустим, у группы, ну давай так, Оргия Праведников, Ольга Арефьева, самодельных клипов от поклонников не так много, или если вообще есть они, а у вас их огромное количество. Вы какой-то клич объявляли в свое время, конкурс? Абсолютно нет. Ну, видимо, не знаю. Может, это потому, что у нас нет клипов именно профессиональных только всего? А, ну нет, ну может, ты думаешь, люди нам хотят так помочь таким образом? А почему нет? Нет, допустим, вот если, Семен, группа, которую ты назвал, у них клипы есть, они... Профессиональные клипы. Да. Да, я говорю о самодельных, которые публика делается. А у нас, да, но, видимо, люди хотят нам как-то помочь. Да, Данил, думаю, дело не в этом. Я думаю, помочь они хотят в первую очередь себе, потому что, допустим, человек услышал песню, у него эта песня проассоциировалась, допустим, с каким-то фильмом, который ему нравится, с какой-то книгой. Нет, это нормально, это можно понять. С мультфильмом, и он вот берет и что-то такое вот делает, ну, визуальный ряд себе в первую очередь. Параллельно он получается как бы и городу, и миру. Ну, я не зря об этом спросил, просто действительно огромное количество, я сам с этим сталкивался, очень много самодельных клипов на вашей песне, на песне коллектива. И делают это ребята молодые, обычно владеющие хоть как-то, какими-то программами для монтажа и для того, чтобы это можно было сложить в кучку. И вот в этой связи вопрос возник. Нет, я не видел, ну, может быть, может быть, у слота поклонники тоже любители делать клипы самодельные. А так-то особо немного. И я вот задумался, как это все происходит. То люди сами организовываются вокруг этого всего, и клички дают друг другу, либо вы их просили об этом. Нет, обычно сами, то есть мы ни о чем подобном никого не просили, по крайней мере, не знаю, вот, может, это вы в тайне от меня. В смысле, ребятам или мне об этом, говоришь? Нет, мы не просили точно. Значит, вопрос, на самом деле, важный. Мы-то всех призываем вступать к вам в сообщество. А группа-то у вас закрытая. Имеется в виду почему? Почему? Действительно, почему? К вам так просто надо постучаться, еще пройти кастинг какой-то. Ну, не кастинг, а премодерацию. То есть, на самом деле, это было сделано в свое время из-за вполне конкретного одного человека, который очень нездоровым образом, скажем так, залип на мою персону. И, в общем, свое внимание он проявлял крайне странно. Он взламывал группу, он вешал там дряные картинки всякие, он оскорблял участников. После чего он нам просто надоело, когда мы, наконец, его изжили, решили советом админов, чтобы больше к нам такого не лезло, потому что, ну, легче отпинать на подлете, чем потом выпалывать на самом деле. Поэтому, собственно, мы вот, у нас администраторы отсматривают просто все профили. А вдруг спрячется? Не, ну, если спрячется, тогда уже будем выносить зашкварник. Но так можно сразу посмотреть там, если вдруг что-то внушает доверие. То есть из-за одного козла, собственно говоря. Ну, да. Так что все, кто жалуется, что не могут попасть нам в группу открыто, возблагодарить козла, да. Фавны приятные все-таки, хоть и козлоногие. Это действительно козел, который все испортит. У фавнов только нижняя половина козлиная, верхняя-то человеческая. Это был полностью такой козлообразный товарищ. Давно он был. Так, когда он у нас был-то? Году 2008-2009, по-моему. С тех пор вы все еще группу не особо... Может, он уже давно изжил себя сам. Скопытился. Ну, я не хотел так жестко, но, может быть, он давно уже перестал заниматься всякой фемиологией. Ну, отказался. Ну, черт его знает. Просто открытая группа гораздо проще, и людей больше бы было, и людей... Да нет, ну, на самом деле... Многие пугаются, правда. При том, что у нас закрытая группа, там уже 19 тысяч с половиной человек. Не-не-не, уже. Мне кажется, могло бы быть и в десятки раз больше. Людей всегда пугает это закрытость. Ну, чтобы тогда это был за контингент. Да, то есть... Вот в десятки раз. Надо нам задуматься. Может быть, нам наша группа тоже закрытая сделать, чтобы козлов поменьше было. Значит, спасибо за музыку. Вас больше слушают мальчики, девочки или те, кто не определился. Хороший вопрос. В основном люди, люди слушают. Даже те, кто не определились. Ну, и те, кто не определились. Я же их не спрашиваю. Тоже ведь люди. Так, на первый концерт ГИ в Рязани пришли 10 человек. На окраине 100. Больше 100. Это к вопросу об организации, пишет человек без подписи. Насчет 10 человек что-то я не помню. Ну, человек, возможно, имеет в виду немножко, а вот уже концерт, который был совсем недавно, пришло много народу. Это что? Это, видимо, комплимент организаторам последнего концерта. Я не знаю на самом деле. Ну, наверное. Потому что человек не подписался и не объяснил, о чем речь, собственно говоря. Как у меня какие-то непонятности говорил, дед еще тогда живой. Говорил мне, в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Ага. Я говорю, чего? Говорит, вот это ты что сейчас сказал? Переведи мне на понятный ты. Вот это к вопросу об этом. Вот 10, 100. Я тоже не очень понимаю, к чему это и о чем. Надо петь дальше. Надо. Что это будет? Ой, как всегда, песня про что-то страшное и ужасное. Про доброе мы ж не можем. Это будет песня про чудище такое из мифологии. Индейцев Северо-Восточной Америки. Ну, хотя нет, и на Северо-Западе тоже проскакивает. Монстр листворения зимы и голода Вендига его называют. Как всегда. Про него, да. Живой звук программы «Живые». Кан Сергей Брегендерт. Поехали. Северо-Восточной Америки. Кан Сергей Брегендерт. Кан Сергей Брегендерт. Северо-Восточной Америки. Кан Сергей Брегендерт. Кан Сергей Брегендерт. Возьмись услышать Двиги, беги, 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 не чуя, но Хоть холод мышцы рвёт, поднял снегу дорог Пусть даст тебе твой Бог Силою будь жить Морожный бант жил, сон пушистых перьям всон Ночью я тебя подзвал, и ты пошёл на зов А я твои слезы слипаю тихо в нить Сегодня сможешь ты мой голод удалить Двиги, беги, 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 беги Откуда хватит тепла, ногудо крепа, беги, беги Пока летит стрела, не дай Господь теперь Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Набросал черновичок Это была салфетка из ресторана ДимаTorzok 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 Ты изгрызен и переломан, Перемешан в кровавом веле. Крысы помнят о мастер Гомман, Как всё было на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok Времени осталось до конца очень мало. Какая песня закроет эфир, я имею в виду по хронометражу. Сколько будет? Четыре минуты. Тогда быстренько. Коллега познакомилась с канцером, теперь не знаю, кого больше люблю. Как тебе, нормально? Странно. Ещё раз благодарю за чудесную атмосферную музыку. Вы прекрасны. Лиса, девушка из Краснодара. Вот она открылась теперь, та самая девушка. Почему именно это сообщение я сейчас и зачитал. И ещё одно финальное, потому что больше не поместится, читаю его из чата на сайте своего радиуса. Radio.fm. Владимир Дроздов пишет. Добрый вечер Бреганам и своему радио. Слушаю передачу почти всегда, но пишу редко. Сегодня же не удержался. Хотелось бы поблагодарить группу. Вообще Майю. В частности, за замечательную музыку с интереснейшими текстами. Спасибо. На исторические и литературные темы. А ещё за то, а вот теперь моя благодарность и наша общая, за то, что в своё время именно благодаря этому коллективу я открыл передачу «Живые». Дальше человек пишет о том, что хочет какую-то песню. Ну, понятно, что уже мы этого делать не будем, даже зачитывать не будем. Но всё равно приятно. Оказывается, вот таким образом и программу люди открывают, когда слушают новые, любимые свои группы. Отлично же. Это прикольно. В общем, помогаем другу другу, чем можем. Сами мы не местные. Друзья мои, всё, надо заканчивать. Уже, к сожалению, времечко вышло. Сообщу всем заинтересованным, что с завтрашнего дня, вот мы сегодня после эфира сразу выезжаем в Петрозаводск и будем на фестивале «Воздух» все три дня, которые он будет проходить. Так что приезжайте. Если вдруг будете рядышком с Петрозаводском, заезжайте в «Пески». Так меня поправили, я думал, «Пески». Нет, «Пески» на фестиваль «Воздух». И спасибо большое, канцлерги и Брэганг. Спасибо. Семён Юлис, спасибо вам. Какая будет финальная песня? «Кантри Брэгандерт». Замечательный финал сегодня в программе. До понедельника, друзья мои. Хороших выходных. Будьте здоровы. Пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Придай всех, останься верен себе